Был у меня куча идей по поводу того, какие фильмы можно рассматривать. Но и в голосовании, и в комментариях все хотят, чтобы я обсудил фильм «Схватка» в нашем стрелковом разборе. За 30 лет фильм с лучшими перестрелками разобрали уже буквально все. Но глаз народа, глаз истины, раз люди хотят, значит я для вас этот фильм разберу. Неудивительно, в нем действительно много всего реалистичного. В нем реальное оружие используется, расстрелянные машины были предварительно расстреляны на стрельбище, все дырки настоящие. Люди, которые снимаются, прошли тренировку, консультанты хорошие, такие с опытом рецидивисты, уголовники. И даже Трехо, который снимался в этом фильме, тоже мотал не один срок. Поэтому ребятам и с бандитской стороны все рассказали, ну и с полицейской стороны, потому что консультанты были очень хорошие. Пойдем по порядку. В этой сцене они надевают маски. Когда они надевают вот эти хоккейные маски вратарей, то поле зрения уменьшается. Из вот этих вот глазниц, которые смещены вперед, обзор налево и направо сужается. Для стрельбы это плохо, лучше всегда быть осведомленным, кто слева и кто справа подходит. Но с другой стороны, если сравнивать с другими фильмами, когда используются так называемые президентские маски или клоунские маски, в которых вообще нифига не видно, такие, конечно, будут намного лучше. Но я думаю, для того, чтобы они выглядели страшнее и круче, такие вот безэмоциональные страшные лица, я думаю, поэтому они и использовали маски по воле режиссера. По поводу пальца на спусковом крючке я говорю в каждом обзоре, скажу и в этом, но не буду надоедать, просто скажу, что так получилось или специальная задумка. У всех бандитов пальцы на спуске, у всех полицейских пальцы грамотно, дисциплина соблюдается на 100%. Во-первых, актеры не обязаны соблюдать правила безопасности, они обязаны следовать сценарию. Вот в реальной жизни людям хотя бы и следовало быть дисциплинированными, но мы, как видим, только небольшая часть людей соблюдает это правило. Кстати, вот недавно у нас в Телеграме выложил комментарий, вот после этого хочется все бросить и уйти на пенсию. Вот люди просто доказывают, что палец это вредно, надевать каску, когда ездишь на мотоцикле, очень вредно, не знаю, пристегиваться в автомобиле тоже очень вредно, иначе машина загорится и вы не успеете выскочить. Ну, я свое решение по поводу безопасности принял, надеюсь, вы тоже приняли правильное решение. А вот в этом эпизоде, как и далее по всему фильму, наш герой использует и применяет такую специфическую стойку, когда локоть отведен в сторону, корпус немножко развернут и рука снизу. Вот такая вот стойка. Но я скажу, что такая стойка даже некоторыми наставлениями по стрельбе рекомендуется. Что в ней хорошего? Ну, она адаптирована под удобное и такое долговременное удержание оружия, и чтобы оружие оставалось стабильным. Дело в том, что оружие, которое имеет наклонную пистолетную рукоятку, у которого цевьё не длинное, такое трубчатое, а достаточно короткое и особенно длинный приклад, просто удобнее вот в этой стойке так держать оружие. Но когда вы хотите лучше контролировать отдачу, а тактикульщики скажут ещё и уменьшить свой профиль, то лучше, конечно, прижать свою руку ближе к корпусу, не вызывая напряжения. А эта рука у нас вынесена чуть дальше вперёд и сверху контролирует подброс. Некоторых коробит, и они оскорбительные вещи пишут в комментариях. Сразу, ребят, если у вас есть аллергия к этому, останавливайте видео, дальше вам не понравится ещё больше. Далее налётчики устанавливают взрывное устройство направленного действия, которое проделывает ровную дырку. Называется DX, это взрывчатое вещество. Но у меня к вам вопрос, если вы специалисты по взрывчатке, что это за взрывчатое вещество, которое способно проделать такую ровную дырку, словно прожечь её. Я смотрю один финский канал, ребята, эти финны, взрывают всё, что угодно у себя на стрельбище, в том числе пробивают дырки в стенах и в дверях. Но когда они пытались проделать то, что было вот в этом фильме, у них ничего не получилось. Дырка имеет другой характер, и взрывчатка не действует как ножницы. В фильме не так много сцен со стрельбой, но те, что есть, очень классные сцены. И очередная сцена показывает нам встречу одних мафиози с другими бандитами. И вот у нас есть будка, небольшое здание, с возвышения которого наблюдатель с оружием, с карабином, Хеклер и Кох, вот он смотрит и оценивает ситуацию. С одной стороны, это хорошо. Вы видите больше, вы видите по кругу, с высоты легче стрелять. Но с другой стороны, из таких помещений тяжело уходить, потому что по какой-то причине враги приехали вдвоём, без особой поддержки, легкомысленно. А если бы они привезли с собой группу поддержки, у них тоже был бы снайпер, или у них тоже были бы какие-то ещё дополнительные люди вооружённые, они бы, пожалуй, не дали уйти из этого здания нашему снайперу, Вэллу Килмеру. Итак, Вэлл Килмер стреляет с крыши здания в своей вот этой стоечке. Ну, в любом случае, это вполне реалистично, темп стрельбы реалистичен, и так, я думаю, оно было бы и в жизни. Но у него нет никаких оптических устройств, никаких ни коллиматорного прицела, ни какого-то оптического прицела. Ну и ладно, можно стрелять вполне с механических прицельных приспособлений. Тем более, дистанция варьируется от 15 до 50 метров. На такой дистанции с механикой стрелять легко, особенно в силуэт или в целый автомобиль. Хотя нужно, конечно, стрелять в зону водителя. Так вот, проблема в том, что стреляя с механическими прицельными приспособлениями, вы должны держать фокус вашего зрения на мушке, и ваша мишень будет достаточно размытая, и точно прицеливаться сложнее, чем, скажем, с коллиматорным прицелом. Но другое дело, что нужно иметь хорошую подготовку, чтобы стрелять точно и с рук. Не просто стрелять куда-то, а точно и с рук, конечно, понадобится большой опыт. Но, я так понимаю, по фильму этого опыта полно у всех наших бандитов. У этого конкретного пистолета-пулемета печальная судьба. Он так и не стал популярным, он так и не стал востребованным в силовых структурах. У него слишком высокий темп стрельбы. Вот в этом эпизоде он делает более 50 выстрелов, хотя у него магазин всего на 30 патронов. А перезаряжаться он, как видно, по ситуации не мог. Ранен в плечо, прыгает на одной ноге, не перезаряжается и на удачу стреляет от пояса. А почему это оружие не стало популярным? Да просто потому, что его трудно контролировать. Оно из полимеров сделано очень легкое, отдачу контролировать тяжело. Там даже стройная рукоятка передняя. И при этом магазин на 30 патронов, который высаживается, ну, просто мгновенно. Если вы будете в ситуации перестрелки, каждую пулю вы захотели бы использовать с максимальным эффектом, правильно? А не стены поливать дырками. Фильм называется по-английски «Хит», а у нас перевели его почему-то как «Схватка». Я думал-думал, так и не придумал адекватного перевода. Герой Роберта Де Ниро одной рукой держит руль, а второй вот в таком положении стреляет через лобовое стекло. Мы видим, что полицейские в Америке приучены стрелять через лобовое стекло, но в нормальном удержании оружия. А здесь он как-то по-странному держит. И при таком удержании, да еще и с такой вот качкой на буграх, стрелять и попадать, это навряд ли. Но поди ж ты. Я вот думал, что с катера на волнах на скорости попадать нельзя. А если достаточно хорошо потренироваться, оказалось, что можно. В следующем эпизоде, когда автомобиль пытается покинуть зону стрельбы, его встречает человек с дробовиком. Что касается пробивания, вы и так без меня отлично знаете, что двери мало что держат, слишком тонкий металл. И зачастую пробивается на вылет. Я лично проверял-то не раз, только в путь, особенно к артечу. Но другое дело, за что зацепился мой наметанный глаз, это то, что количество отверстий, картечных отверстий, разное. Оно варьируется от пяти до трех. Обычно картечь укладывается либо в ряд по три, либо по две. Ну, чаще всего это шесть, восемь, либо девять картечен. Но я не видел, чтобы было по три. Но я не исключаю, что это возможно. Здесь вот какая особенность. Если бы он стрелял из полуавтоматического ружья, и у него была бы разная навеска патронов, то с большой навеской, там где пять картечен, этот патрон весил бы, ну, может быть, 30 граммов, 32 грамма. Или, ну, минимум, если мелкая картечь, 28 граммов. И, скажем, у него надежно бы все перезаряжалось. Но если бы там было три картечены, то масса была бы в два раза меньше. А с такой маленькой массой навески, нормальной перезарядки на газоотводном ружье не будет. Но у него же помповое ружье. И с помповым ружьем он может плеваться хоть одной картечной, хоть, не знаю, пластиковым патроном. Потому что перезарядка ведется с помощью левой руки. В общем, я каждый раз оправдываю каждую ситуацию. И пока не было ничего такого прям экстраординарного. Ничего экстраординарного, за исключением, конечно, вот этого момента. По сути, самый большой косяк фильма. Самый большой фейл. Думаю, вы сами прекрасно видите, что консультанты здесь не досмотрели. Ну, а если вы не видите, в чем косяк, то посмотрите еще раз. Я уверен, что вы увидите. Те обзоры схватки, которые я видел, все они делают акцент. Как Вэл Килмир быстро перезаряжается. Что он прямо так хорошо перезаряжается, что даже морские пехотинцы ему завидуют. Дело в том, что он действительно хорошо перезаряжается. Но в этом нет ничего особенного. Каждый из вас за три дня сможет научиться также перезаряжаться. А вот то, с какой стабильностью, с каким постоянством он это делает, вот это уже другое дело. В перестрелке часто люди на адреналине не могут из-за трясущихся рук, из-за сбитого дыхания, из-за неудобного положения, которое вы не тренировали раньше, не могут попасть в шахту этим дурацким магазином. Еще в следующем эпизоде, что касается Вэлла Килмера, он получает тяжелое огнестрельное ранение. И обычно мы видим в фильмах, когда огнестрельное ранение получает герой, он делает так, а потом забывает о нем. Здесь же показаны те тяжелые последствия, которые влечет за собой подобное ранение. Дело в том, что когда пуля на высокой скорости проникает вам в тело, а не то, чтобы обжигает вас, она расталкивает ткани шаром во все стороны. Тем самым, образуя полость, ваши мышцы, ваши внутренние органы разрываются, начинается обильное кровотечение, потом схлопывается, может раскрыться повторно. В общем, это страшное дело. Ломаются кости, фрагменты пули разлетаются по всему телу. А он получил ранение очень скоростной пулей. Она фрагментируется, кусочки свинца, кусочки металла разлетаются по всему телу, которую очень тяжело потом оттуда извлечь. И плюс ко всему, когда через одежду проходит пуля, она увлекает за собой кусочки одежды, ткани, которые также там остаются, и начинается нагноение, воспаление, отек. Это все мучительно, больно и лечится очень долго. Короче, в таком состоянии уже особо не повоюешь. А теперь посмотрите на этот кадр. Они зачем-то заменили дублером альпачино. Ну, совсем не похож. А вот момент, и довольно любопытный момент. Выбивание пистолета, как мы все знаем, дело очень опасное, нелегкое и сложное. При этом, когда герой выбивает пистолет, он подходит максимально близко, прикасаясь затылком к пистолету. Он делает это специально для того, чтобы, во-первых, понять, где находится пистолет, хотя, ну и способ, да, головой к нему прижаться. А во-вторых, глок имеет особенность. Наш герой не знает, что это глок, или знает, мы об этом точно сказать не можем. Скорее всего, нет, он спиной находится. Но, когда затвор глока смещается назад, о чем говорить, я вам сейчас покажу. Патрон в патроннике. Итак, нажимаем. Сейчас будет выстрел. Нет, не будет выстрела, потому что затвор отведен назад. Убираем чуть-чуть назад. Выстрел по свету. Прижимаем. Выстрела нет. В фильме показана ситуация вполне реальная, потому что, ну, то ли по случайности, то ли так посоветовали, но в руках у полицейского оказался глок. Другое дело, что, стреляя из глока, когда из любого пистолета, если вы кого-то там арестовываете, то вам не следует, наверное, вытягивать руки, особенно, когда ваш оппонент находится слишком близко. Наверное, имеет смысл держать пистолет здесь, а вторая рука контролирует пространство. Не буду вас учить тактики, вы тактики лучше меня, но тем не менее, если что-то случится... Вообще, что касается выбивания пистолетов, как я считаю, это занятие крайне опасное, неблагодарное, и зачастую глупое, и люди упражняются совершенно напрасно, но один очень опытный, такой вот матерый человек, с опытом, не будем раскрывать его личность, по мнению очень авторитетного человека, надо уметь выбивать пистолеты, при этом он сказал, что, ну, тебя, скорее всего, все равно убьют, потому что шансы твои очень небольшие, но шансы есть. Во-первых, человек, который сразу в тебя не выстрелил, вероятно, и не хочет в тебя стрелять, поэтому у тебя есть шанс, что он замешкается, поскольку он не намерен тебя убить, и у тебя будет, может быть, секунда на то, чтобы этот пистолет выхватить. Вот мы и подошли к самой финальной нашей перестрелке, и, казалось бы, что тут комментировать? Я думал, пропущу ее, потому что там все и так ясно. Но все равно есть пара замечаний, которыми я с вами поделюсь. Во-первых, полицейский, двигаясь пистолетом в виде тень, и разворачивается резко, и стреляет. Эта ситуация широко тренируется как в правоохранительных органах, так и спортсменами. Любой инструктор, который сдавал соответствующий зачет, выполняет так называемый «эль президенты», когда тебе нужно выхватить из кабуры, развернуться и поразить мишени. Правда, там еще надо и перезарядиться. Так что вот это вот выхватывание пистолета или стрельба с разворота – это очень распространенный стрелковый элемент, который вы в тире можете попробовать. Если придете в тир, попросите инструктора, и, наверное, получите удовольствие. Второй момент. Ну зачем столько раз было стрелять? Что за жестокость? В суде бы ему за такое количество выстрелов могли предъявить претензию как излишняя жестокость. Но в действительности дело тут не в жестокости, а в том, по каким принципам работает полиция. Полиция стреляет не для того, чтобы убить, а для того, чтобы остановить. Они будут стрелять в угрозу до тех пор, пока угроза не прекратится. Человек упадет, пистолет выронит, и, возможно, угроза прекратится. Печальный опыт показывает, что даже с несколькими ранениями в грудь все равно преступник может выполнить встречный выстрел и поразить полицейского. Ничего не поделаешь, особенно если человек находится под действием наркотиков, или если он физически сильный, или если у него индивидуальные средства защиты. Например, бронежилет, или просто тупо какая-нибудь железка попала, здесь портсигар металлический, он тоже может остановить пулю. Поэтому стреляют так много. Ну и, кстати, у тех же спортсменов второй зачет — это билдрил. То есть надо выхватить пистолет и шесть раз попасть в альфу. Или, как тактикульщик бы сказал, попасть в центр масс. Схватка снята Майкл Маном, и все его фильмы особенные. И буквально в каждом фильме есть так называемый «бресс-чек». Если вам интересно, то в следующем стрелковом разборе я могу вернуться к этой теме. Рассказать, что такое «бресс-чек», для чего его делают, и как его делать правильно. Ну и напишите, что вы подметили в этом фильме. Мы обсудим в комментариях. Я традиционно приглашаю вас к нам в Телеграм, по ссылке в описании. Ну и если вам этот обзор добавил что-то нового, чего вы не знали из ранних обзоров, то я буду очень рад. Не зря постарался. На этом пока. Увидимся снова. Субтитры сделал DimaTorzok